Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Вилошева. Очередной наезд полицейских на пешехода. Кто отправил в реанимацию 20-летнего студента? Непопулярная профессия. Как украинская судебная система работает без судей? На грани бреда. Как чиновники в Одесской области борются с призраком коммунизма? Трампа-боты. Кто на самом деле лайкает твиты американского президента? Осторожный патруль. В Днепре полицейский автомобиль сбил пешехода. 20-летний студент сейчас находится в реанимации. Кто был за рулем? Пока неизвестно. Прокуратура начала служебное расследование. Все подробности знает Елена Миндалек. ДТП произошло поздно вечером на Слобожанском проспекте. Всего в нескольких метров от пешеходного перехода и остановки общественного транспорта. Разбитое лобовое и заднее стекло вмятина на крыше. Так выглядит Тойота после того, как на скорости сбила 20-летнего парня. Вячеслав поездник, который был на месте происшествия, рассказывает. Это была служебная машина нацполиции Днепра. Получается, пешехода сбили. Он падает на лобовое стекло, перекатывается через крышу и разбивает еще и заднее стекло. Ну и за машиной, получается, падает. Пострадавшего отвезли в городскую больницу номер 6. Им оказался студент таможенной академии Александр Фартушный. Врачи говорят, у парня травмы средней тяжести. У него перелом обеих голеней, потрясение головного мозга, ушибленная рана головы. Сейчас находится в реанимационном отделении. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, уверяют медики. Уже завтра его планируют перевезти из реанимации в травматологическое отделение. Но пока к нему пускают не всех. Безусловно, пускаем всех ближайших родственников в любое время суток, как вышел приказ. Вы не являетесь. Можно вас согласиться с нами, телефону поговорить? Телефона у него с собой нет. По словам активистов, за рулем служебного автомобиля якобы был новодозначен начальник управления нацполиции Днепра Олег Кабаненко. Полиция этого пока не подтверждает, хотя на своей официальной страничке в фейсбуке указали, что авто действительно служебное и за рулем был трезвый полицейский. Но кто именно? Молчат. У причин их ДТП пока тоже приходится догадываться. Если не работали светофоры и пешеход был уже на пешеходном переходе, то тогда он его сбил в среднем ряду. То есть он видел пешехода. Если вдруг работал светофор, то надо смотреть, кто на какой свет доехал и шел. Все обстоятельства аварии изучают следователи областной прокуратуры. После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения виновнику ДТП. Елена Мадалюк, Евгений Гладнецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. В Одессе ранили полицейского. Ему в голову выстрелил бывший коллега. Все произошло поздно вечером в спальном районе города на улице Паустовской. Трое мужчин расслаблялись, употребляя алкоголь. Между ними произошла ссора. По предварительным данным следствия, бывший полицейский достал травматический пистолет и выстрелил своему другу в голову. Пострадавшие сейчас в больнице. Врачи борются за его жизнь. Остальные задержаны. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Сегодня врань была проведена операция. Достали фрагменты уголовной кули злобной частины головы. Вин еще до тяги не пришел. Люди на коме заходят. Наразі особи, що затримані, плутаються в свідченнях. Призрак коммунізма. Годовщина Октябрьской революції, столетие которой було на этой неделе, неожиданным образом повлияло на чиновников Одесской области. Вместо того, чтобы латать дыр на дорогах и заниматься реальными задачами, они объявили войну сельхозпредприятию. Почему, разбирался Андрей Анастасов. Город Подольск, бывший Котовск. В советское время его назвали в честь революционера Григория Котовского. Здесь же уже много лет работает сельхозпредприятие «Котовское зерно». Часть урожая выращивают и на полях соседнего Кодымского района. И вот глава местной аэроадминистрации Вадим Казачок направил письмо в Министерство юстиции. Предлагает закрыть агрофирму, мол, не выполняет закон о декоммунизации. Я уверен, что побудова украинской державы несумісна с тоталитарной символикой и в назвах в том числе. Це підприємство повинно було змінити назву. Я цей факт выявив і сповістив компетентні органи. А пока в Котовском зерне кипит работа. Ремонт техники, уборка урожая. О претензиях чиновников узнали із інтернета. І недоумевають, що, мол, більше других проблем нет. Заявляють, к Григорию Котовскому не имеють никакого отношения. А предприятие названо в честь Феликса Котовского. Це аргентинський писатель, выходец із здешніх країв. Що касається змінення наименування, ну просто мыслей таких не возникає. С кем із людей не говорю, в том числе і не относящихся к работникам фирмы ООО «Котовське зерно». Ну если не возмущены, ну просто, вы знаете, крутят пальцем у виска. Вообще в райцентре Кодема история переименований полна драматизма. Например, эта улица, бывшая Ватутина, с лёгкой руки чиновников неожиданно стала Шарля де Голя. Вот бедный там гробу переворачивается, у меня такое мнение. Ну вы посмотрите на наши улицы, нищета. Людмила Колесник сетует. На состоянии улицы пафосное название а-ля Франце не отразилось. Местные жители уже шутят. Улица не Шарля де Голя, а Шарля Голова. Ведь кругом лужи, даже дорожного покрытия нет. В райадминистрации к этому относятся философски. На претензии Шарля де Гольцев отвечают так. Я думаю, что назва улицы, она как бы заобовязывает, в том числе и местную власть, и районную власть, как бы подтянуть эту улицу, соответственно, до этой назвы, чтобы она соответствовала. Вот и получается извечная дилемма. Слово или дело? То ли закроют агрофирму из-за названия Котовского, то ли причастность к французскому президенту поможет, наконец, отремонтировать вкодами дорогу. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Индер, Одесская область. Боевики 23 раза обстреливали позиции сил АТО за минувшие сутки. Пострадавших нет, об этом сообщают в штабе. Ситуация на Донбассе остается напряженной, в частности, в районе Авдеевки и так называемой Ясиноватской развязки. Все подробности знает Ирина Баглай. Засветло боевики снова открыли огонь в сторону Майорска из пулеметов и гранатометов. Боец с позывным боссман как раз вышел на наблюдательный пункт. Едва успел уклониться от вражеской пули. Добрый, что трассер. Я видел, что реально на меня летит. Я за мешки присел. Ребята, короче, отстрелялися. Такие тут я уже мог выйти, вести спостережение. Днем слышны были сегодня и разрывы на участке Ясиноватая развязка Авдеевская промзона. Работа с их стороны АГС-17 с трех точек сразу же отрабатывали по трем нашим позициям. Сначала боевики провоцировали выстрелами из стрелкового оружия. Били хаотично, выманивали украинских бойцов. Но вскоре сменили огонь на прицельный. Провоцирующий огонь стараемся не отвечать, чтобы не скрывать свои нивные точки позиции. А уже на огонь на поражение у нас ответ идет. Целью стремленный на подавление их нивных точек. Для 20-летнего бойца Танчика Авдеевский рубеж уже знаком. Год назад он получил ранение во время одного из таких обстрелов. Выполняли задачу на высоте. Несмотря на огонь, оставались на посту, чтобы зафиксировать, откуда наемники стреляют. Товарищ погиб, а Танчику вспоминает. Просто повезло. Зная, что ждет на этом участке фронта, боец все равно вернулся. И в первые же дни снова чудом успел укрыться от разрывающихся ракет «Града». Мне тоже страшно, как и всем, кто тут есть. Этот артобстрел боевиков стал первым для Анатолия. На год младше Танчика на фронт он тоже пришел добровольно. Пришел на контракт, был в учебке и после учебки попал сюда по своему божанию. Я сказал мне папа, что каждый человек должен быть в армии. Сварщик, так само, как и я. В последние дни артиллерия боевиков молчит, но не прекращается гул тяжелой техники. Слышим звук прогреваемой техники. Судя по звуку, это танк. И приблизительно два в данном районе. То, что мы слышим. Но работы с него прямой не было. Богдан Вербицкий, Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Евгений Малерчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал «Интер». В Черкассах один человек погиб, и еще двое получили ранения в результате взрыва граната. Инцидент произошел в спальном районе города, в квартире, где сдетонировал боеприпас. Жили пенсионер, дочь и ее сожитель. Отец хозяйки квартиры погиб на месте. Женщина получила тяжелые осколочные ранения, а вот кавалер отделался небольшими царапинами. По предварительным данным полиции, это была осколочная граната F1. Как она попала в дом и кто привел ее в действие, сейчас выясняют следователи. Соседи пострадавших рассказывают о том, что они постоянно выпивали и устраивали скандалы. Граната была под человеком, и взрыв пришел снизу до горы, и осколки полетели в основном до горы. Испанский премьер Марианна Рахой впервые после референдума о независимости Каталонии посетил регион. Накануне его визита в Барселоне прошла масштабнейшая акция протеста. 750 тысяч человек вышли на улицы с требованием отпустить политзаключенных, так они называют бывшее правительство Каталонии. Продолжит Елена Абрамович. Так выглядела Барселона вчера поздно вечером. Сотни тысяч демонстрантов пели песни и скандировали «Свободу Пучдемону», «Демократия», «Свобода». На сцене выступали дети заключенных каталонских политиков с письмами от родителей. Спасибо вам большое за ваше тепло и поддержку. Даже в тюрьме мы ощущаем вашу поддержку, и это дает нам надежду. А наша надежда – это ваша свобода. Под арестом сейчас находятся семь членов отстраненного правительства, обвиненных в мятеже. Обратился к народу с помощью видеозаписи и бывший президент Каталонии Карлис Пучдемон. Он сейчас в Брюсселе, под надзором бельгийской полиции. Демонстрация продолжалась до позднего вечера, а уже утром в Барселону прилетел испанский премьер Марьяна Рахой. Впервые с момента провозглашения Каталонии независимости. Но не с обращением к народу, а на партийное собрание. Представить кандидата от Народной партии. 21 декабря в Каталонии состоятся выборы. Мы хотим вернуть Каталонию, которая принадлежит всем, с демократией и свободой. И мы это сделаем, если молчаливое большинство придет на голосование. Рахой призвал обеспечить высокую явку. Пока же, по последним опросам, большинство каталонцев готовы отдать голоса за сепаратистские партии. Отправить за решетку главного борца за независимость Карлиса Пучдемона испанским властям пока не удалось. Пучдемон ведет кампанию из Брюсселя. Бельгийский суд не спешит выдавать его Мадриду. Слушания по этому поводу начнутся в пятницу. А на принятие решения у суда есть два месяца. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Тучи сгущаются. Британский премьер как никогда близка к отставке. Письмо о недоверии Терези Мэй готовят депутаты из ее родной консервативной партии. Почему премьеры заставляют уйти с поста свои же соратники, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Британскому премьеру впору паковать чемоданы на Даунинс 310. Заговор против Терезы Мэй готовится уже несколько месяцев. И похоже, бунтари собираются нанести первый удар. Письмо о недоверии премьеру уже готово. И его подписали 40 из необходимых 48 депутатов. Найти еще 8 человек, недовольных работой Мэй, не должно стать проблемой. Многие считают, что она лично виновата в том, что переговоры по Брекзиту зашли в тупик. А некоторые надеются, если убрать премьера, то выход Британии из Евросоюза можно и вовсе отменить. Премьер-министр Тереза Мэй должна прекратить вводить в заблуждение избирателей и признать, что Брекзита можно избежать. Если Великобритания решит в одностороннем порядке отказаться от переговоров о разводе. Это возможно с точки зрения закона. И британский народ имеет право изменить свое мнение. События двух последних недель еще больше подорвали авторитет премьера. Правительство лишилось сразу двух министров. Оба ушли со скандалом. Глава оборонного ведомства Майкл Феллон был уличен в неподобающем поведении по отношению к женщинам. А министра международного развития Прити Пател обвинили в тайных встречах с израильскими чиновниками. Коллеги по консервативной партии обвиняют Терезу Мэй в мягкотелости. Дескать, она не может поддерживать дисциплину даже в своем правительстве. Не то, что во всей стране. Впрочем, сама премьер не обращает внимания на слухи и заговоры. И не думает покидать кабинет на Даунин-стрит-10. Сегодня вместе с ее величеством и всей политической верхушкой страны она принимала участие в торжествах ко Дню памяти жертв Первой и Второй мировых войн. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Ирландия не намерена угрожать Лондону блокированием переговоров по Брэкзиту. Об этом заявил премьер-министр этой страны Лео Вараткар. Усложнять Лондону жизнь и ставить ультиматумы ирландцы не собираются, по крайней мере, на этом этапе переговоров. По словам Вараткара, вопрос о таможенных границах после выхода из ЕС, а Ирландия, напомню, хочет оставить зону свободной торговли с Брюсселем, может оказаться далеко не единственной проблемой. Дефицит мантии в Украине не хватает судей. Сейчас в системе насчитывается около двух тысяч вакантных мест. Одна из самых критических ситуаций в судах первой инстанции. Они укомплектованы менее чем наполовину. В семи райцентрах они вообще не работают. Вершить правосудие попросту некому. Материал из Хмельницкой области. Еще весной Светлана Машталярчук обратилась в Старосинявский суд, чтобы взыскать алименты. С тех пор женщина почти каждую неделю приходит в канцелярию узнать судьбу иска. Но тщетно рассматривать дело некому. В Старосинявском суде за последние полгода не провели ни одного заседания. Руководитель аппарата объясняет, двое служителей Фемиды уволились, а у третьего закончились полномочия. Пів року майже справи не розглядаются. Ми їх приймаємо від позивачів, реєструємо, але ми їх зберігаємо в суді. Уже цивільних справ майже таких назбиралося десь 100 справ. С уголовними делами немного проще. Їх, в отличие от гражданских, имеет право рассматривать другой суд. Чаще всего из Старосинявского суда їх направляют в ближайший Литичевский. Но і здесь людей в мантиях не хватает. На весь район один судья. В очереди почти тысяча дел. Цивці на 100 под місяць до розгляду. Судья рассказывает, на изучение дел не хватает времени. За день бывает по 12 заседаний. Людина подала вчора заяву, а справа призначена вже на 22 грудня. Потому що ближче призначити неможливо. В Хмельницькій області 5 судів, де решення приймає лише один служитель Фемиди. Щоби сняти нагрузку, большую часть уголовних дел передають в городський суд. Хоча і он укомплектован лише наполовину. В провадженні кожного суду знаходиться, наприклад, кримінальних, понад 100 кримінальних справ. Цивільних майже до тисячі. Припадає на кожного суду. В цьому році вже надійшло майже 50 кримінальних справ від інших судів. Частично дефіцит кадров можна ліквидировать, считає председатель Хмельницького апелляційного суда Анатолій Марцинкевич. Для цього треба объєдинить три суда в один. Але без притока свежей крові все равно проблему не решить. В Україні процес відбора кандидата в суди продолжається до сих пор, пока на фінішну прямую вышли лише 700 человек. Ще 410 людей теж в цій процедурі, але вони вступлять в гру, скажімо так, на стадії складання кваліфікаційного іспыту на останній стадії. Тому 700 і 410 – це поки що 1100 потенційних кандидатів, які повинні зайти в судову систему за результатами майбутніх конкурсів. Кроме цього, спеціальні комісії зараз оценивають тех служителей Фемиды, у которых закончились полномочия. Але цей процес требує часу, як і конкурси для відбора нових кандидатів. Інна Томіна, Лариса Светловська, Тарас Тарашов. Подробності – телеканал «Интер», Хмельницька область. А в соседній Івано-Франковській області делят імущество. За зданням городського ринка і крупного торгового комплексу ведуть боротьбу пайщики і руководство кооператива. Кто побеждає, розбирали свої колеги. Огромний крытий ринок і торговий комплекс площадью більше 3,5 тисяч квадратних метрів – це імущество Снятинського потребительського обществу. Болі 500 людей не один год вкладували сюди деньги. Але недавно пайщики узнали, що здання универмага і ринка їм більше не принадлежат. Универмаг побудований на гроші Снятинської громади. Без відома пайовиків це майно передають у статутний фонд новоствореного підприємства. Люди уверяють, сделка провернула руководство кооператива. По їх словам, председатель і члены правління самовольно внесли змінення в документи, подділав протоколи собрання. Галина Сваричевська, одна із пайщиків, розказує, участия в собрании не принимала, але на всіх бумагах стоїть її підпись. На цих зборах я не була, підпис з списку не мій, але по протоколу зборів по дільниці номер два значить, що я виступала, мала виступ, я відкривала ці збори, але фізично я не могла на них бути, тому що я не була на цих зборах. Нескільки місяців тому, це не в зданні универмага і ринка, в мільйон гривень з копійками, руководство Снятинського потребу обществу перевело їх на баланс другої компанії. Колективна форма власності тут приватна, це вже є приватна форма власності на цей момент. А без загальних зборів немає? Без загальних зборів. Пайщики уверяють, що таким образом вже розшлися по рукам десятки інших об'єктів, як в місті, так і в районі. Але руководство по тим обществам все обвинення відвергає. Судва справа ведеться, і будуть докази, і все, були збори. Слухайте, ви мені тут не встановите допит, я буду відповідати на те, що відноситься до моїх питань, особисто. Все, питання закройте. В облпотреб Союзі тоже немногословны. Говорят, пока разбираються. Пайщики тем временем оббивають пороги полиції і судов. Правоохранители открыли уголовне производство по факту незаконного завладення імущенством Снятинського потребительського общества. А вся недвижимость пока под арестом. Любовь Кукла, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, подробності телеканал Интер, Івано-Франковська область. Билет в бювет. В Трусковце решили більше не мелочиться і не розбрасуватися безплатною лечебною нафтусью. Почем вода для народу, виясняла Галина Якушко. За знаменитой водою нафтуся, которую добывают только в Трусковце, съїжаються со всього мира. Она уникальна благодаря своему составу, который повышает імунітет, а так же помогає излечити многие желудочні і почечні болезни. Но совсем скоро эта вода може стати платною. Вход в центральний бювет буде стоить 3 гривні 50 копеек. Причем за эту сумму можна буде взяти с собой чуть більше одного стакана. На вході в бювет уже установили турникет, і часть із них местні жителі вже пытались сломати. Белла і Назим приїжджають в Трусковец із Азербайджана кожний год. Говорят, платная вода може відпугнути туристів. Ми вважаємо, що вважає бути безплатною. До сих пор було безплатно, пусть буде безплатною. Це повлиється на туристів. Вони будуть ходити менше, наверное. Вони будуть недоволені. Сами жителі Трусковця, к її ввести плату за вход в бювет относяться по-разному. Надра належить народу. Нафтуся нам дана Богом, дана природою. Газ тоже належить народу надра. І платять за те, що видобувають. Плату за минеральну воду собирається ввести предприятие, яке обслуживає бювет. Впрочем, за нею вже давно платять містні санаторії. Причем суми немалі. Ми цього року за 9 місяців тільки заплатили майже 700 тисяч за нафтуся. Але люди цього не знають. Однак платять далеко не все. Із тих же санаторіїв і баз отдыха раскошелились менше половини. Як следствие, доходи уменьшаються, а расходи растут. Жалуються в компанії, яка обслуживає центральний бювет в Трусковце. А тут ще й повищення коммунальних тарифів. Вот і прийшло сводити плату за вход. Обладнання поміняли. І планували від коштів, який ми заробили відплатного відвідування, направити на обновлення нашого обладнання. Благоустрій, ремонт приміщень, ремонт вентиляції. Ну, повністю. При цьому містним жителям, у которых близько 20 тисяч чоловік, беспокоїться не о чем. Паспорт в руки і к бювету. Тримання талона на безкоштовне відвідування бювету, було це й мотивацією. Ну, люди цього не зрозуміли. Ці ситуації, напевно, краще буде доційно просто по паспортах. Що ж касається туристів, то бесплатна і вода для них останеться ще нескільки недель. Але вже с 1 декабря вход в бювет для приїжджих станет платним. Гліна Якушки, Юрий Голубинко. Подробності телеканал «Интер» Львовська область. Бувший советник президента США по нацбезопасності Майкл Флинн знову під подозренням. На этот раз журналисты обвиняют его в підготовці похищення мусульманського проповедника Гюлена, проживаючого в Соединенных Штатах. Зачем, по версії СМИ, он пошел на такой шаг, знает Григорий Бадо. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет детали контракта заключенного экс-советником Трампа с турецкими властями. За 15 млн долларов Майкл Флинн якобы взялся организовать операцию по переправке турецкого оппозиционера Фетулы Гюлена в Анкару. Напомню, он находится в розыске. Власти Турции обвиняют его в организации госпереворота в прошлом году. По данным американских СМИ, а точнее издания «The Wall Street Journal», генерал Флинн со своим сыном планировали похитить турецкого деятеля и на частном самолете доставить в Турцию на остров Имралы, где находится изолированная от материка тюрьма для политзаключенных. Генерала Флинна уже подозревали в том, что он за гонорар более чем в полмиллиона долларов собирался подготовить доклад, дискредитирующий Гюлена. Ранее масс-медиа в США сообщали о том, что бизнес-партнер Флинна, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, якобы предлагал двум турецким бизнесменам контракт на 10 миллионов долларов за сбор информации о турецком оппозиционере. Адвокаты экс-советника Трампа назвали обвинения в коррупции и подготовке похищения безобразными. Турецкое посольство в Вашингтоне также опровергло сообщение о готовности заплатить за экстрадицию исламского проповедника. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. На Филиппинах Дональда Трампа встретили протестами. Американский президент прибыл на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Накануне его визита полиция с помощью водометов разогнала демонстрантов возле американского посольства в Маниле. Тем временем СМИ обсуждают дружеские твиты Трампа. В своем аккаунте он написал, что хорошее отношение с Россией это неплохо. По его мнению, Москва может помочь решить проблемы как в Украине, так и в Сирии и Северной Корее. Подружиться американский президент не против и с Ким Чен Ыном. Об этом он также написал в своем посте. Трамп даже обиделся, что северокорейский лидер назвал его старым. Дескать, он никогда бы не обозвал Ина маленьким и толстым. Впрочем, не так уж и много людей читают посты Дональда Трампа в Твиттере. Больше половины подписчиков это так называемые боты. Об этом говорят данные Твиттераудит. По их подсчетам, лишь 47% аккаунтов, которые подписаны на Дональда Трампа, принадлежат реальным людям. За последний год аудитория Трампа в этой соцсети выросла более чем на 200%. Сейчас у американского президента 42,5 миллиона читателей, а его аккаунт 21 по популярности в Твиттере. В Германии хотят отменить 8-часовой рабочий день. В Японии разработали самый маленький смартфон в мире, а в Британии бомж стал студентом престижного университета. Об этом и не только в нашем обзоре. Ракета-носитель «Антарес» успешно стартовала с космодрома на американском острове Уолс. Она доставит грузовой корабль «Сигнус» на Международную космическую станцию, а это более трех тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов на орбите. Конструкция первой ступени ракеты разработана и изготовлена в Украине, на заводе «Южмаш» в Днепре. Украинские специалисты также принимали активное участие в испытаниях «Антареса», которые производились в США. 25 миллиардов долларов за 24 часа. Именно столько заработала китайская компания Alibaba во время рекордной онлайн-распродажи товаров в день «Холостяка» или «Черную пятницу». В этот день все магазины снижают цены. Компания побила все рекорды предыдущих лет. Только за первые три минуты покупатели потратили полтора миллиарда в американской валюте. Интересно, что более 90% заказов были сделаны через мобильное приложение. В Германии хотят отменить 8-часовой рабочий день, если фирмы хотят выжить в новом пронизанном цифровыми технологиями мире, они должны быть маневренными и очень быстро созывать свои команды. Вместо фиксированного времени Совет Мудрецов, а так в Германии называют Совет экономических экспертов при правительстве, предлагает вести гибкий график работы. При этом работодатели предупреждают, количество рабочих часов не должно увеличиваться. В Японии выпустили крошечный смартфон размером чуть больше кредитной карточки. Габариты мини-телефона 9 на 5 сантиметров, а толщина всего 6,5 миллиметров. Весит устройство 38 граммов, но при этом смартфон имеет вай-фай и блютуз, диктофон и даже может воспроизводить музыку из облачного хранилища. Никогда не поздно 52-летний бездомный стал студентом Кембриджа. В детстве Джефф Эдвардс плохо учился и не смог поступить в колледж. Потом подрабатывал у фермеров, а остальное время бродяжничал. Со временем Эдвардс перебрался в Кембридж. Там мужчина сутками сидел в библиотеках. Бродяга записался на интенсивные благотворительные курсы для взрослых, которые длились 3 года. В итоге Эдвардс поступил в Кембридж и будет учиться на факультете английской литературы. Главную рождественскую елку установили в Нью-Йорке. Дерево высотой 23 метра и весом 13 тонн привезли из штата Пенсильвания. Зеленая красавица росла на участке одного из местных жителей, который подарил ее городу. Дерево досталось мэрии бесплатно, но на украшениях экономить не будут. Наряжать елку будут в течение нескольких дней. На верхушке засияет звезда с кристаллами Сваровский, а на ветках 50 тысяч лампочек. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера, доброй ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова